Коллеги, очень интересно было мне выслушать предшествующие доклады, многоценного, кое о чем есть смысл порассуждать, посмотреть. Коллеги, значит, прежде всего хочу я сказать, что рассматривая через большие окна, поскольку 20 стран, которые составляют 20-ку, можно, так сказать, прийти к очень интересным выводам, поскольку здесь мы видим, это очень важный, интересный, удобный объект для исследования сравнительной эффективности функционирования важнейших сегментов человеческого сообщества. Я не буду зачитывать все, что я сделал, написал, потому что, во-первых, у меня несколько с горлом проблемы, так сказать, простужим, но, во-вторых, я постараюсь, так сказать, дать тезисно очень кратко. То есть, одна из очень интересных тем сейчас стоит в том, что сдают ли развитые государства, которые полтора-два века господствовали в мире развивающимся, свои позиции. Или это все-таки временная кажемость, количественный успех развивающих стран, которые еще не набрали потенциала и могут, так сказать, взвалиться в ловушку средних доходов, а может быть, в что-то еще другое. Значит, ну тут разные существуют литературные источники, так сказать, по этой тематике, то есть, так сказать, можно, так сказать, поинтересоваться. Мне кажется, немаловажно, наряду с теми вещами, о которых сегодня представил Степан Степанович и Гордан Эрнестович, есть вот такой вот некоторый интересный металлогический подход Кейнса. То есть, политическая проблема человечества состоит, и вы читаете, что есть написано. Я думаю, что как раз эффективность, справедливость и личная свобода, если как-то соединить, но это почти трилемма Манделла, если здесь есть экономисты, в том плане, что это очень трудно соединить. Вообще есть, конечно, прогресс в развивающихся странах по сравнению с развитыми государствами, что бы кто ни говорил. Но они воспользовались условиями глобализации преимуществами, проведя серию прагматичных реформ. Ну и вот за 14 лет этого 21 века, ну с учетом некоторых прогнозов до конца этого года, сумели обеспечить, во-первых, семикратное по сравнению с развитыми государствами превосходство, как в среднегодовых темпах, так и в стабильности роста или прироста в ВВП в расчете на душу населения, и существенно сократили разрыв. Но означает ли это, что и дальше все будет так же неплохо? Я, коллеги, не буду очень подробно во всем, так сказать, здесь говорить. Ну вот видно, что есть разные из-под периоды, и это, так сказать, превосходство чувствуется. Далее мы видим, что здесь частота высоких темпов роста в группе развитых стран становится меньше, а в развивающих странах, наоборот, больше. Дальше мы видим, есть очень длинные, это вот в этой брошюре, что я вам дал, так сказать, вот эти длинные периоды рассчитаны, так и не обязательно только по вынесу. Вот видно, что, так сказать, есть очень сильный сбой в мире, называется так, так сказать, ловушка баба Солову 1987 года, когда он говорил насчет того, что, так сказать, везде видны признаки информационных технологий, но почему-то нет отражения этого в статистике производительности. Это огромнейшая, интереснейшая тема, но в 15-м их, конечно, не могу. Вот есть понятное понятие, что, конечно, развивающая страна не только за счет роста подушевого продукта, но и за счет населения по-прежнему. Это огромные сдвиги, которые произошли хотя бы с 80-го по 13-й год в позициях развитых, развивающихся, с учетом последних данных по паритету покупательной способности 11-го года. Это, прошу прощения, понаселение пока. А это вот, так сказать, падение темпов роста в развитых странах, это в развивающихся странах рост идет, это коэффициент волатильности, когда тоже нужно, и поэтому предшествующий доклад был очень ценен с учетом, так сказать, всяческих рейтингов на этот счет. Вот, и понятно, что в развивающихся странах получилось так, по крайней мере, на данный момент, нельзя ничего сказать, что дальше будет, очень интересные процессы идут, но сейчас у них устойчивость раз в 7 больше, и поэтому к ним будут инвестиции. Примерно, так сказать, более 50%, 60-65% прироста прямых иностранных инвестиций идут к ним. Это соотношение уровней, действительно, они сократили, здесь обведено для всех, так сказать, свой разрыв по душевому доходе внутри этой двадцатки, развивающийся куда вот, увы, или к сожалению, или к радости куда включены и так далее. Это любопытный индекс человеческого развития, видите формулу, которая вверху, так сказать, если хотите, потом могу прокомментировать, но суть заключается в том, что действительно неплохо подтягиваются синий и красный, причем особенно с нулевого года по 14-й год это шло, так сказать, если разделить, скажем, один на другой. Ну, это вот композитный, так сказать, компонент этого индекса, он не совсем по ООН, я просто работал немножко в организации Минных наций, так сказать, в начале 91-го года, и поэтому он свой индекс придумал, так сказать, здесь просто, во-первых, равные веса, но это очень длинно рассказывать. Иными словами, подтягивание, конечно, есть и прежде всего в неэкономических характеристиках, гораздо больше, чем, собственно, в экономических. Это очень сильно важно, потому что вспомним, когда Япония, скажем, начинала в конце 19-го столетия, она была очень близка к России по критериям будущего продукта, но очень близка к развитым странам по longevity, по educational attainment и так другим характеристикам. Второй тезис. Развитые страны, огромные темы, очень интересные, вовсе, конечно, их песни еще не спеты, но все-таки тяжелые ситуации в Западной Европе и в Японии. Переживающие острый финансовый и социальный проблемы, уменьшили вклад в прирост продукта, видите, во сколько раз и на четверть свою долю в совокупном потенциале. Сейчас об этом. Ну, тут можно много говорить. Конечно, теряют демографический дивиденд, и только за счет демографического дивиденда, скажем, Япония на половину сократила свои темпы экономического роста. Это вот показатель соотношения лет обучения и условного заработка. Получается, что они дико конкурентоспособны, Степан Степанович, потому что они быстро сближаются с развитыми странами по educational attainment, но при этом они остаются бедными. Вот, и это очень интересно, поскольку действительно угроза до третьей рабочих мест в Западной Европе, в Штатах, и у них уже jobless growth идет и так далее. Это вот тоже самое характеризует. Значит, это проблема развитых стран. Ну, это не дань, а это просто действительно рассчитанное темпы прироста и финансовая глубина по кредитам, так сказать, для группы развитых государств. Понятно, огромное неравенство ползет в них. Это действительно 1% схватывает 60% прироста дохода по Соединенными Штатам, и Бигетти, книжка его, которую читает, по-моему, каждый первый на Западе сейчас из экономистов. Ну, практически почти Маркс уже стал. Ну, конечно, очень высокая нестабильность, владельность фондовых рынков, так сказать, а вот, то, что я говорю, что было 30%, стало 10% развитых стран в приросте продуктов. Может быть, это временное, а может быть, и невременное явление. Это вот разные группы БРИКС и ведущая тройка развитых государств, соотношение в приросте как меняется в пользу БРИКС. Но насколько это стабильно, это уже вопрос. Это вот длинный период времени, если брать его, что происходило и как смещается, так сказать, фактор роста в ту сторону развивающихся государств. Это вот крупнейшие экономики мира, но вот, получается, есть распространение сельскохозяйства, промышленные услуги ВВП, где мы, вы справедливо сказали, нужно задуматься. Любым способом, как говорил Бомбулит, Тэн Сяопин, неважно, кого цвета кошка, но должна ловить мешок. В этом смысле, посмотрите, вот если брать материальный продукт, ну, сейчас у меня аспирант будет писать по сфере услуг Китая, дико быстро приближаются. Но, опять же, у Китая огромное количество проблем. Это вот, если в паритетах посмотреть, я вот до этого в Волголсе сказал, даже с 80-го по 13-й, например, он просто желтый и оранжевый, насколько большой вклад и прирост развитого государства, вернее, уменьшение позиций развитого государства столько, поэтому пусть неправильно до конца прощит, но вообще на эту тему я просто как раз курсы лекций читаю, как раз именно по проблемам эконометрики, поэтому и вот особенно несовершенство всего этого. Но, заметьте, красные цифры. То есть, паритет одно, но никто же не сбросил валютный курс, мы каждый день на это ощущаем себе. То есть, позиции развитых стран 59% то, что и в 50-м году есть по валютным курсам. То есть, мы, конечно, не удовольствием у нас к Соединенным Штатам, которые временами вмешиваются в разные дела, многие им удовольны, но они по-прежнему очень сильные вообще, не только, конечно, Соединенные Штаты. Я, к сожалению, не смог вот до конца пузыри красиво здесь надуть, в том смысле, чтобы они соразмерности были, но это вот 2000-й год. Видите, США, Япония там и КНР вот там находятся, ну все видят, то есть продукт и на душу населения. Это вот 2014-й год. Ну, КНР, похоже, перегнал, но я могу говорить и частно тему, почему он не перегнал. Вот, ну просто имеется в виду, что очень интересно и здесь, если хотите, это математически, это гетероскедостичность второго порядка. То есть, можно параллельно провести и вертикально провести ление. Дальше мы вот видим то, о чем я говорил. Ну, это понимаете, насколько сильны будут сейчас расхождения между теми странами. Но вооруженные силы Китая растут невероятно высоким темпом, и Обама это понимал. Понятно, мы не знаем, каким будет Китай, хорошим, плохим, вот, может быть, хорошим. А вот это вот, о чем я говорил, так сказать, снижение в совокупном потенциале. Я не берусь, хотя сенситива деаналисис я провел здесь, я разные веса придавал населению, ВВП, военным расходам и так далее. Но удивительно близко совпадает, сокращаются позиции в пользу развивающихся государств. Ну, там, конечно, гиганты и Китай, и Индия, и Бразилия, и мы там, и ряд других стран. Вот. Ну, а что дальше? Вот, значит, третий большой тест по Кейнсу, по эффективности капиталовложений, совокупной факторной производительности. Ну, хорошо, тогда я скажу быстро, что вы не услышите от меня. Значит, вы не услышите про эффективность капиталовложений, вы не услышите про предельную капиталовложенность, вы не услышите динамику эффективности, вы не услышите стабильность, вы не услышите вклад в эффективность структурных изменений в прирост продукта, вклад в эффективность не услышите. Вы далее не услышите соотношение уровней производительности, конкурентной способности. Дальше вы не услышите анализ содержательных эконометрических моделей, где вклады разных факторов учитываются, там, скажем, конвергенция, норма как-то эффективности, как-то вложений, экономической свободы. Вы видите различия между разными странами, развивающимися все мира с учетом неравенства. Ну и заканчивая, видите, происходит некоторое убавление темпов при приближении к лидеру, темпов роста. Сейчас у Китая примерно 10-20% неработающих займов КВВП. В Китае уровень неравенства составляет не 43%, а по подсчетам китайцев самих, которые работают в Цинква, 61%. Это дичайшее неравенство, похоже на экологию. Разрыв идет в уровнях, очень высокий по-прежнему разрыв в уровнях эффективности между развитыми и развивающимися странами. И здесь даже Корея в Египту догоняла преимущественно экстенсивный вариант эффективного развития. Ну а это огромный разрыв в национальном богатстве США, Японии, России, Китае, где-то мои подсчеты. Дальше я хочу сказать, что такая структура существует. Нужно очень крепко думать. Я не знаю, какими рыночными, государственными силами, но замыкаем последний индекс. Просто говорю, если прочитать с учетом свобод индекс и с учетом индекс расширенной и неравенства, то получается такая вещь. Смотрите, коэффициент Джинни в развивающихся странах увеличивается, в развитых странах не очень сильно, хотя в Штатах увеличивается. К сожалению, с свободами проблема очень большая существует. Неравенство дикое существует в развивающихся странах, на это что-то надеется. Но очень высока и растет вот эта вот неэффективность глобального, глобальный коэффициент Джинни в мире с учетом внутренней и внешней неравномерности. Поэтому это чревато большими проблемами. Во многом это связано, конечно, с тем, что нужно развивающихся подтягивать институты, но это невероятно сложно. И даже в двух словах объяснить, как это делать и все. Потому что есть, конечно, свои коалиции интересов, и никто просто ничего не сдаст. Ну и заканчивая, вот это, о чем мы говорим, проблема доверия внутри развитых и развивающихся стран. И последнее просто слово, это качество институтов. Можно ругаться, говорить, что это не так, но все-таки получается, что кто-то что-то нужно будет делать. Но проблема политики внутренней, так сказать, никто не сдает своих позиций. Ну, а это о уровне доверия, так сказать, здесь тоже нужно говорить. Хотя, конечно, любая цифра не точна, и можно говорить долго, но упорно что-то порядок величей не показывает. Ну, все, коллеги, если, кстати, невозможно будет все это учесть, то, видите, так сказать, помимо ближайших вещей, нас тоже это может ожидать. Если не возьмемся за руки вместе, то будет уже потом слишком поздно. Боюсь, что вывод очень простой, но тем не менее никуда не денешься, он существует в мир семья. Спасибо большое. Ну, это если хотите, по России, вот, с нашей, значит, необеспеченность природными ресурсами, насколько существует зависимость роста от сверхобеспеченности ресурсов.